Всем привет! Днепр на связи, 25 апреля, 13.02. У нас начался очередной сигнал воздушной тревоги, третий за сегодня, если я не ошибаюсь, и все сигналы воздушной тревоги приносили какие-то бабахи. Посмотрим, что будет на этот раз. Что, друзья, по информации. Вчера, вчерашний взрыв, вечерний, который был слышен в области, официально сказали, что была сбита ракета Х-69 в Сидельниковском районе. Напомню, что это новая российская разработка, очень мощная ракета. Некоторые эксперты говорили, что она мощнее, чем кинжал, более опасная. Ну вот очередную ракету сбили. По информации от главы областной военной администрации Сергея Лысака, ночью трижды был обстрелан Никопольский район. Артиллерия накрывала сам Никополь, Марганец и Червоногригорьевскую громаду. Было возгорание газовода, также повреждено два частных дома, теплица, а еще линия электропередач и уличное освещение. Люди целы. И уточнил, кстати, тоже глава областной военной администрации, что из-за падения обломков сбитой ракеты в Сидельниковском районе поврежден частный дом. Никто не пострадал. И у нас, друзья, два сигнала воздушной тревоги, как я сказал. Во время одного из них писали о быстрой цели в сторону нашего города. Затем сказали, что цель исчезла. Вроде как работало ПВО в области. Что-то было сбито. А затем еще один сигнал воздушной тревоги и ракеты уже в сторону города Кривой Рог. Там прозвучали взрывы. Вилкул был достаточно скромен в своем комментарии. Указал только на то, что по взрыву, который вы слышали, без конкретики, но все нормально. А затем чуть позже появилась информация по Криворожскому району. Прошу, не путайте, потому что Вилкул прокомментировал ситуацию в городе Кривой Рог. И областная военная администрация прокомментировала по взрыву в Криворожском районе. Сказали, что была сбита ракета и взрыв, который был слышен, это работа ПВО. Вот такие, друзья, новости на данный момент. Продолжается сигнал воздушной тревоги. Посмотрим, что из этого выйдет. Несмотря ни на что, желаю вам хорошего дня. Спасибо за внимание и до нового выхода на связь.